Я знаю много людей. Нет, спасибо. Из России. Руссии? У меня хороший русский. Гима. Очень хочет он подработать, очень. Вот так вот, не успел я начать. Уже пристают эти ушлые ребята. Всем привет. Сегодня я решил взять вас на такую небольшую прогулку. Как вы видите, нахожусь я на побережье. Постараюсь без очков. Сейчас не так солнечно, но все равно слепит. Поэтому, возможно, в конце концов я не выдержу. Одену очки. Очень много. Вот еще один прям притормаживает, смотрит. Ну, это частенько такое здесь бывает. Сегодня, помимо того, чтобы просто прогуляться, показать вам одно место, в которое мы сейчас идем, я еще хочу протестировать в полевых условиях вот этот микрофон. Вот, еще один бибикает. Очень навязчивые ребята. Протестировать микрофон, так сказать, в полевых условиях. Я заказал на eBay микрофон. Он наконец-то дошел со второй попытки, потому что с первой попытки посылка потерялась и не пришла. Вот. Ну, а по правилам eBay, если вы не знаете, то посылка, которая не приходит... Ну, в общем, продавец обязан либо возместить стоимость, либо отправить еще раз. Ну, я попросил отправить еще раз, он отправил, и посылка пришла наконец-то. Поэтому я буду очень вам благодарен, если вы в комментариях напишите, как вам звук. Лучше, хуже. Хотел бы немного рассказать о погоде на самом деле, потому что последние дни погода немножко изменилась. Не в том смысле, что дожди перестали идти или еще что-то. Нет, дожди так же и идут, просто, честно говоря, немного похолодало. Я понимаю, для вас это звучит немножко дико, когда я говорю, что у нас похолодало, хотя у нас плюс 30. Но я говорю по ощущениям, как бы не по градусам. Дело в том, что дома мы живем без кондиционера, то есть мы его не используем. Ну, иногда только в самые жаркие моменты дня. В основном мы пользуемся только вентилятором. И последние несколько дней ситуация такова, что мы не включаем даже вентилятор, потому что, честно говоря, похолодало. Похолодало как бы не в прямом смысле этого слова, потому что, ну, сейчас я иду, и здесь реально душно. Единственное, ветер с моря спасает. Вот. Но когда едешь на байке, то все же кофту вечером хочется приодеть. Это как зимой было. Зимой примерно так же было. Покажу вам сейчас одно место. Вы можете видеть здесь такой заброшенный, разрушенный отель или ресторан. Это, возможно, был заброшенный. Хотя на самом деле видно, что кто-то, что кто-то подметает. Вот. Почему я сюда иду? Потому что я помню, когда вышло видео про дикий пляж. Если не смотрели, вот можете посмотреть. Я здесь оставлю ссылку в аннотации или в описании. Когда вышло это видео, мне написали, что что-то показываешь. Какую-то грязь, разруху, что это такое. В общем, не привлекателен такой Вьетнам для нас, грубо говоря. Вот. Но я с самого начала для себя решил, что я буду показывать все как есть. То есть то, что я вижу, то я и буду показывать. Ну и еще один такой момент, на самом деле, который наиболее важен. Потому что чаще всего пройдя через что-то такое, через какую-то разруху, можно увидеть такой вот прекрасный вид. Вон там можете видеть остров, на котором мы уже были. Вот. А это такой небольшой полуостров, выступающий. На другой стороне этой горы находится какая-то ретрансляционная вышка. Вон, давайте еще выше поднимемся. В принципе, может туда сходить. Здесь какие-то остатки каких-то погребов, бункеров. Я не знаю. Здесь я, кстати, не был. Вот сюда я не поднимался. Так, находимся мы напротив статуи Иисуса. Это малая гора. В принципе, я оставлю точку на карте, если кому-то нужно. Но найти это место несложно. Вон, Иисус, дорога, по которой я шел, и спуск сюда к воде. Любопытный охранник. То есть, они охраняют там, с той стороны еще есть какая-то маленькая область. Такая рабочая, что ли, там мини-кафешка, что ли. Ну, в этом же здании, с той стороны. Вот. А в остальном все разрушено. Все вот эти вот бунгало, все эти домики, крыши. Все заброшенное. Окна как двери у хоббитов. Классный же вид. Хорошие кадры для фотографии. Стрекозы, которых вам, конечно же, не видно. Здесь огромные стаи стрекоз. Знаете, по поводу погоды, точнее даже, я бы сказал, времен года. Хоть здесь и тепло. То есть, плюс 30 это вот средняя суточная, средняя температура. Что зимой, что летом. И, несмотря на это, все равно в августе, ну, когда август заканчивался, где-то внутри меня что-то говорило. Лето заканчивается, сейчас начнет холодать. Настолько сильно вот под корку врезалось это, видимо, там, от жизни в России, в Питере, в Москве. Что вот понимание того, что август это все, это конец, конец лета, конец тепла. Что, блин, может быть, поэтому мне так кажется, что сейчас похолодало. На самом деле, это не так. Очередная группа вьетнамцев уезжает. Сюда, в принципе, можно на байке проехать, если смелый. Тут просто такая, вон, галька, камни. Я бы, я сюда не езжу на байке, как бы, рискованно. Туда вот подъезжаю, а у меня асфальт заканчивается, и нормально. Вообще, перед въездом на эту территорию там стоит шлагбаум. Он стоял, он сломан. Вот, вроде написано что-то на вьетнамском, даже по-английски сломан написано что-то вроде того. Вот, но не получилось каких-то отгородить эту территорию. Люди сюда ходят, люди ходят вот сюда, на эту гору, на пеннику. Здесь костры жгут, как-то барпеню готовят, отдыхают. Я, в принципе, в принципе, не могу и плакивали для этого, почему бы и нет. А, собственно, та самая, наверное, громкая называть, ретрансляционная вышка. Ну, просто вот стоит какая-то антенна, и там люди, они работают. Я не знаю, чем они там занимаются. Ну, что-то, может, связано как-то с навигацией, потому что это такой полуостров. Он очень сильно выдается из полуострова, на котором находится Вунг Тау. Опять же, остров, камни, падение фатально, поэтому идем отсюда. Ну, вот она такая вершина. Ничего здесь нет, вот стоит какая-то стелла. Что-то на ней по-вьетнамски написано. Хотя какая-то стелла, просто закладывали, наверное, фундамент чего-то. Жаль, вам не видно, конечно, но я буду просто тыкать пальцем, а вы верьте мне на слово. Там вот, как бы, вторая часть Малой горы, это все Малая гора, вот она идет вот такая. Там вот маяк, на котором я тоже был. А вот там вот военный корабль стоит. Я понимаю, что для вас это точка какая-то. Но военный корабль, как бы, легко узнать, он в своем профиле отличается от обычных грузовых кораблей. Надеюсь, вам это видео понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, опять же, по поводу звука. И спасибо вам за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok